Сегодня к нам, чуть позже, через 10 минут присоединится Том Силе и расскажет нам про свою работу в США. Я сейчас несколько просто слов скажу про проект издания новой книги Тома Силе на русском языке. А где кликер? Не работает? А что работает? Да, почему мне вообще было очень важно знать именно эту книгу, почему меня настолько интересует работа Тома Силе. Потому что если посмотреть практически всю опиологию и практически всю науку о медоносных пчелах, то выясняется, что большее количество экспериментов было сделано в ульях и в ситуации среды обитания не типичной и неестественной для пчел. И вот как обычно привозится уже совершенно нарицательная фраза, что изучать пчел в ульях – это то же самое, что изучать белого медведя в зоопарке. И как бы жизнь его и повадки белого медведя изучать в зоопарке, в общем, невозможно. И поэтому именно опыт изучения пчел именно в дикой природе, мне кажется, что очень важен. И именно поэтому работают Тома Силе практически единственные работы в мире, которые шли именно в этой точке зрения. Была проделана колоссальная работа. Я надеюсь, что нам сегодня про это расскажут. Но что интересно, что в книге достаточно толстая книжка, там 400 страниц. И там много довольно иллюстраций, связанных и с историей пчел. Нет, ничего не переключается. Да, вот это Тома Силе из книжки на английском языке. Я надеюсь, что мы сейчас увидим его самостоятельно. Вот это какие-то фотографии из его прошлого, просто найденные в интернете. Опять же, это не очень важно, потому что мы сейчас увидим его сами. И это несколько фотографий из книги. То есть это изучение просто в условиях конкретного леса, конкретного дупла, находящегося высоко найденного на красной стрелке. То есть изучение пчел в абсолютно дикой среде. То есть это даже не повешенные колоды, а именно изучение диких дупел. Как бы чего нам делать сложно, потому что просто дупел мало. То есть там много довольно историй про происхождение подвидов и про упомянутое башкирское бортничество, потому что древесное пчеловодство, ну, соответственно, про башкирское бортничество тоже есть большое количество упоминаний. И про вообще историю пчеловодства, про то, как она развивалась. Это вот египетские ульи найденные, такие вот горизонтальные колоды, как сейчас сказано. И вот было проведено большое количество очень важных, с моей точки зрения, экспериментов, по изучению того, какие уже собственные условия обитания важны для пчел. Вот то, что не было сделано, ну, больше никем практически. Какой размер литка предпочитают пчелы, какой объем жилища предпочитают пчелы, какую высоту расположения жилища предпочитают пчелы. И все вот эти вот параметры, причем с измерением, там, вот температура, со сложными датчиками, с выяснением среды внутри дерева, снаружи дерева. И все вот эти вот параметры были подробно изучены и получены все данные предпочтения пчел по выбору своего жилища. И, в общем, по большому счету оказалось, что та самая обычная старая колода, это и является наиболее предпочитаемой со всех точек зрения для пчелы жилищем. Поэтому, в общем-то, на нас это, на наше, это и мы этому большого внимания уделяем. Но самое интересное, что, как выяснилось, что Тома Силе вдохновили вообще на исследование пчел, в свое время вдохновила вот эта книга, которая называется «Тысяча лет пчеловодства в России». Вот он ее прочитал еще в юности, это книжка Дороти Галтон. Она была очень интересной женщиной, в 50-60-е годы часто ездила в Россию и вела здесь исследование пчел. И нашла фантастические совершенно цифры, результаты. Вот там много таблиц, куча текста, таблиц, рисунков, опять же, и по истории пчеловодства, и по, соответственно, гортные знамена, и по расположению гортничества на территории России. Причем здесь берется не только Башкирия, а именно вся территория России, на которой, по историческим данным, хоть оно могло и гортничество не сохраниться, но когда-то оно там, без сомнения, присутствовало в большом количестве. Вот, это очень интересная книжка. Я надеюсь, что мы ее тоже в каком-то виде переиздадим и переведем в свое время, потому что это прям очень интересно, мне показалось. Вот, как сейчас у нас есть возможность, какая сейчас есть возможность издавать такие вот, делать такие дорогие проекты, как издание книг. Единственный вариант – это каунфаундинг. И он, по большому счету, очень неплохо стал работать. Вот мы уже издали таким образом первую книжку, которая называется «Чего хотят пчелы» Сьюзан Найландс и Жаклин Фриман, которые мы издали в прошлом году. Там тоже была статья и Торбина Шифера, и Тома Силли в конце. И мы ее издали, в общем, наполовину на пожертвования, которые, ну как на пожертвования, на предзаказы. Здесь не было никаких пожертвований практически, но основная часть были предзаказы на просто покупку этой книги. И вот точно так же мы сейчас собираем активно предзаказы на вот издание вот этой книги, потому что этот проект дорогой. И поэтому он требует гораздо более средств, чем мы располагаем. Поэтому нам здесь просто необходима помощь. Поэтому если вы еще не сделали предзаказ на новую книгу Тома Силли на русском языке, то у вас есть возможность это сделать. Вот на сайте у нас, на сайте естественного пчеловодства, можно это предзаказать. Ну что, теперь включим, наверное, если можно, предложим. Теперь сейчас посмотрим подключить Тома Силли. Сейчас, одно. Том, can you hear us? Yes, I can hear you very well. Thank you, Edward. Wow, we can see you. But not everybody, just... Ah, yes, everybody now. Yes, currently it's on big screen. Great. And it turns later. Yeah, do you have slides and... Yes, I have slides. And I will do those now. Shift to that. Good. My Russian is a little rusty, so I will have to speak in English. Good. First, thank you for inviting me to share this knowledge that I have about honeybees live in the wild. Спасибо, что пригласили меня поделиться знаниями о пчелах в дикой природе. What you see here is the difference between beekeeping, the hives of beekeepers, and a nest of a wild colony. Вот здесь очевидно видна разница между пчеловодчеством, пчеловодскими гнездами и гнездами пчел в дикой природе. And here's a bee tree, and here's the title of my talk, and here's the main question that we will address. How do honeybee colonies live in nature? Вот здесь фотография иллюстрирует дерево с пчелиным дуплом, и основной вопрос моих исследований – как пчелы живут в дикой природе. What I will be showing is based on what I've learned about colonies living in the forests outside my hometown of Ithaca in New York State. Я концентрировался на изучении тех пчел, которые живут в лесах в окрестностях моего места жительства – это Итака, штат Нью-Йорк. And here are the three questions that we will look at. What are their homes like? How abundant are they? And how are they surviving? Вот три вопроса, которые основные для изучения в моем случае – это как выглядят их гнезда, их дома, насколько пчелы обильны в этих местах, и как они там выживают? To help you get oriented to where I do my work, I show you here a map of North America, and I live in the state of New York up in the north-eastern part of the United States. Зона моих исследований расположена здесь, на карте Америки. Видно вот здесь штат Нью-Йорк и тот город Итака, в котором я живу, и в окрестностях которого я провожу основное свое исследование. В этих местах много густых лесов, и климат похож, наверное, на климат вашей страны. Бывает и жарко летом, и бывает очень холодно зимой. Это мой дом. Итак, вопрос номер один – как выглядят гнезда пчел, каковы их дома? В диком виде в свободно живущие пчелы встречаются и в дуплах деревьев, и в каких-то полостях в зданиях. Я сейчас в первую очередь буду говорить о тех, которые живут в деревьях. Вот здесь два примера очевидных таких гнезд, в которых живут пчелы. Это так называемые пчелы-деревья. И здесь видно, что в зоне входа, в зоне летка, очень много прополисов. И что важно понимать о том, как устроены дома пчел? Во-первых, на какой они высоте? Обычно самая распространенная высота гнезд – порядка 8-9 метров. Конечно, интересный вопрос, почему пчелы выбирают гнезда так высоко? В тех местах, где я живу, в лесах же, водится много черных медведей. На такие высокие гнезда медведей не залезают. Но если дерево падает и оказывается на уровне земли, то медведи его непременно разоряют. И входы обычно в дубло очень маленькие, площадью, может быть, несколько квадратных сантиметров. И размер внутренней полости гнезда обычно тоже довольно небольшой. Как правило, в размере одного корпуса улья. И это гораздо меньше размер, чем то, что предлагают пчелам пчеловодам. И форма гнезда тоже, она обычно довольно высокая, длинная и узкая. И окружена толстым слоем дерева. Вот здесь, на фото справа, вы видите гнездо в разрезе. Это упавшее дерево, которое я скрыл и извлек оттуда гнездо. И вот здесь можно увидеть, как организовано гнездо. Вот здесь внизу гнездовая часть расплодом, а выше медовая часть. И вот здесь, в этом гнезде, трутневая сота находится в самом низу. То есть, судя по всему, пчелы строили их в последнюю очередь. Спасибо. Что по поводу структуры солод и структуры гнезда? В такой густой полости в дупле соты обычно тянутся на всем протяжении, от верха до низа и от стенки к стенке. О, давайте посмотрим. И то есть, опять мы видим, что структура этой полости очень сильно отличается от тех условий, которые предлагают пчеловоды. Дом, который предлагают пчеловоды, он гораздо больше, шире и просторнее. В естественных сотах размер ячейки сот рабочей пчелы 5,35 мм. А в том, что мы предлагаем в овощине, там размер 5,4 мм. В диком гнезде обычно трутневые соты занимают примерно 17% всех сот. То есть, мы видим, что в дикой природе пчелы достаточно много инвестируют в выведение трутней. И как только они выпустили трутней ранней весной, они в скорости заполняют эти ячейки сотовые мёдом. И это тоже один способ регулирования их выведения ими трутней. В поверхности гнезда, внутренней поверхности пчелы покрывают большим и толстым слоем прополисов. Вот здесь обломок куска прополиса, который находился в гнезде, в донной части. Возможно, там жили кто-то типа каких-то маленьких улиток до того, как там поселились пчелы. И вот они покрыли весь этот полусловим прополиса около 3 мм. И вот возникает вопрос. Каковы следствия того, что пчелы живут в гнездах с толстыми стенами, маленькой зоной, пространством для строительства сотов, с большим количеством трутневых сот и с большим количеством прополиса на стенах? Во-первых, гнездо получается хорошо изолировано, теплоизоляция хорошая. Да, здесь получается небольшой размер семьи и небольшое количество гнездовой части для расплодов. Данная семья постоянно репродуцирует себя через роение и производство трутней. Вероятно, хотя нет полной уверенности, что там матки живут дольше. И будет ли у них меньше болезней? Да, особенно меньше стресса от клеща вароа. Итак, мы как бы разобрались с вопросом, как выглядят натуральные дома пчел. Вот такие дупленные полости. Следующий вопрос. Насколько много пчел в этих лесах? Я изучал участок Арнодского леса, в котором находились учебные станции нашего Корнеллского университета. Вот этот лес находится в том районе, где я живу, там холмы. И в этих лесах много достаточно было обнаружено гнезд. Я начал изучение пчел в Арнодском лесу в 1978 году. И этот участок леса, в общем-то, за прошедшее время становился все более и более диким. Там появлялось больше животных, больше медведей. То есть он был менее затронут человеком. Вот так выглядят сейчас эти места. Да, там достаточно дикий лес, там практически нет культурной деятельности человека. Вот так этот пчелиный лес выглядит сейчас осенью. Там очень красивые цвета. И может возникнуть вопрос, как отследить пчел, живущих в этих лесах. Но для этого существует метод, который называется пчелиная охота. Я иду в то место, где растут какие-то цветы, и отлавливаю там какое-то количество пчел в небольшую коробочку. А туда, в коробочку, я ставлю кусочек сотов, наполненный сахарным сиропом. Закрываю эту коробочку минуты на три. Потом выпускаю пчел из коробочки и смотрю, в каком направлении они улетают. А в тот момент, когда они выходят из коробочки, я ставлю на них цветные метки. Этот процесс называется пчел-лини. Ну, вот это и называется отслеживание пчел или пчелиная охота. Когда у меня на этой соте с сиропом сидит кучка пчел, и они все одновременно вылетают, довольно легко увидеть, куда они пошли. Как правило, это направление ведет вглубь леса. И вот таким образом я обнаружил некоторое количество пчел-лини. То есть семей, живущих в этом лесу, рассеянную по всему лесу. Я отслеживал пчел таким образом три раза. В 78-м году, в 2002-м и в 2011-м. И, в общем-то, результаты были почти одинаковыми. Я находил примерно 9 семей. По моей оценке, там всего должно было жить 16-18 семей. То есть примерно одна пчелая семья на квадратный километр. И при этом нужно помнить, что вот после, между 78-м и 2002-м годом, была очень высокая смертность пчел в нашем регионе. Но популяция пчел в этом лесу не сильно изменилась. Она оставалась в прежнем размере. То есть как раз тот период у нас разыгрался варроа, но, как вы видите, что популяция пчел в варноцком лесу практически не дрогнула. Это приводит нас к третьему вопросу. Есть ли клещ варроа в этих диких семьях? И ответ на этот вопрос я тоже исследовал в арноцком лесу. Я ставил там ловушки. Я ставил такие ловушки довольно высоко над землей, потому что я знаю, что пчелы предпочитают высоту. Размер ловушек был примерно в один корпус улья, и внутри были соты. В 2003 и 2004 году я поймал 11 раёв. И вот статистика по заболеваемости этих пойманных в раёв. Варроа был везде, в 100% ульяных раёв, в 9% был известковый расплод, но ни американского гнильца, ни европейского гнильца не было ни в одном. Субтитры создавал DimaTorzok Я ставил эти ловушки довольно высоко, не только потому, что пчёлы любят высоту, но и чтобы медведи не добрались. И не разорили ловушки, не испортили мне эксперимент. Но в этой ловушке поселился кто-то другой, и я не разобрала кто. Спасибо. Вот некоторая статистика по варроу в этих моих ульях ловушках, которые я ставил в Арнотском лесу. What we see for each of these three colonies are the mite drop counts in 48 hours that I observed on May 1, June 1, July 1, September 1, and so forth. Если я правильно понимаю, это статистика осыпи клеща или каких-то клещевых проб взятых в течение 48 часов, которые брались первого числа каждого месяца. I should explain that a mite drop count is how many mites drop onto the floor of a hive and get stuck on a sticky board over 48 hours. Это осыпь клеща в течение 48 часов на липкую бумагу. You can see that in the spring the mite drop counts are low. They stay low until the very end of the summer, in the fall. И здесь видно, что в начале лета клеща мало, почти везде, и везде увеличивается его количество к концу лета и к началу осени. So the colonies have varroa, but as we shall see, they are surviving. В предыдущем слайде еще было написано, что все три семьи успешно перезимовали эту зиму. Итак, как эти семьи имеют varroa и при этом нормально выживают? Produce what? В тех местах, где я живу, пчелы начинают производить зимних пчел в начале августа. Their brood rearing ends in early september. И завершается этот расплод где-то в сентябре. This is why the mite drop counts get very high. They're no longer in cells, and the workers can attack the mites. И, возможно, вот эта причина того, что позже в октябре сильно повышается количество клеща на пчелах, потому что им уже негде сидеть в расплоде. So, our last topic is, how are these wild colonies surviving? And I've mentioned a little bit of how they're doing it already, but we'll go through it more carefully. How are these wild colonies surviving with varroa? Is it a matter of good genes, or good lifestyle, or both? И вот мы подходим к заключительному вопросу. Как все эти пчелы выживают, несмотря на varroa? У них настолько хорошие гены, или они так устроили свой образ жизни, или и то, и другое? Well, if you want to, I can't go through this in detail, because I don't think I have much more time to talk. But if you'd like to learn about, in detail, about how these wild colonies are surviving in the wild, despite varroa, I recommend this book. And I see that this book has been translated into Russian. I'm delighted, and so that's what I would recommend. And I also have another book coming out. Oh, sorry. Just a second, please. I'm not sure that I have time to tell you all about this, about this fourth question. But in the book, I'm telling you all about this and I'll bring all my conclusions. And I've already heard that this book will be translated into Russian. And for those who are interested in answering these questions, I really recommend them to read them. Dear Tom, generally, we have time, so if you will share a little bit more from... So this will be wonderful. So please, please don't hesitate. Okay. Okay. I didn't know I had so much time. And thank you. At this point, I want to thank you for doing the translation to Russian of this book. That's really... It's really... Хочу попользоваться случаем поблагодарить за перевод этой книги на русский язык. Если еще есть время, я немножко пройдусь по этому вопросу. One of the questions was, are these bees surviving, because they have good genes? Вот первая часть вопроса была, пчелы справляются с вороа так хорошо, потому что у них хорошая генетика? The answer is yes. They have genes for resistance to varroa. И ответ – да. У них есть гены, которые позволяют сопротивляться клещу вороа. What I will explain now is that in the mid-1990s they experienced strong natural selection for resistance to varroa. And I know this because working with professor Alexander Sasha Mikheyev, we found large genetic differences between the wild colonies before and after the arrival of varroa destructor. И мы вместе с Александром Михеевым изучали, как изменились эти пчелы, пройдя через вот это горлышко отбора. Мы смотрели, какие изменения возникли в них, что было до и что стало после вороа. Here's what we found. We looked at the genes, the mitochondrial genes, in samples of worker bees that I collected in 1977 and in 2011. Мы изучали с ним образцы пчел, которые я брал в 1977 году и в 2011. И смотрели разницу, митохондриальная ДНК, если я понимаю, и какая в них произошла разница до этого времени. Митохондриальные гены передаются только по материнской линии, поэтому мы смотрели, как они изменились для этих пчел за это время. И в обоих годах я брал образцы с разных семей, с тех всех семей, которые я находила в Арнодском лесу. И на этом. И gloves к тому Hannah possa ли это иметь роду на эту песню? И 10 молодых генетов, чтобы она была, который отверно 되лась на свободным жерконом. Тольконые, которые горло, которые supplies воьет, прин Geoffrey,inent здесь были с, GRA Australia на свободное мое можно и отверлилими любви, с утром, тысячными аhing Wоказаха, так какaran. Вот здесь видно, что синим показаны те пчелы, которые были набраны в 1977 году. И вот это фактически генеалогическое дерево, по которому видно, как много разных представителей разных линий было у этих семей. В 1977 году было 23 разные линейки, которые были представлены в пчелах. В 1977 году мы обнаружили 23 разных материнских линии. А в 2011 году, в образцах с 2011 года, мы увидели, что осталось всего три материнских линии из всех тех, которые были до того. То есть здесь видно, что популяция изменила свой генетический профиль, генетический рисунок вследствие воздействия и противодействия клещу. И это была очень жесткая селекция на выживание. То есть мы можем с уверенностью сказать, что у семей, которые выжили после клеща, у них выработалась хорошая генетика. Но какое влияние оказывает образ жизни? Такое же сильное? И здесь тоже ответ «да», потому что у свободно живущих пчел есть по крайней мере 20 преимуществ перед пчелами, живущими на пасеках. Ну вот некоторые из них. Первое важное преимущество – дикие пчелы очень далеко разнесены друг от друга. И такое широкое распространение, такое большое расстояние между ними сильно уменьшает воздействие патогенов. Вот здесь моя жена рядом с этим деревом, с дуплом, а вот это моя пасека. Одна из них. То есть это одно из важных преимуществ диких пчел. Второе важное преимущество – то, что дикие пчелы живут в гораздо более компактных по размеру гнездах, чем пчеловодческие пчелы на пасеках, в больших ульях. Это означает, что дикая семья – это плохой хозяин для клеща. Там мало места, мало корма, и бывают перерывы в расплоде. И третье важное преимущество – что дикие пчелы покрывают свои гнезда толстым слоем прополиса, а на пасеках этого практически нет. А если у пчел много прополиса, то у них лучший иммунный статус и лучше питание личинок, лучше работают пчелы-няньки. А следующее важное преимущество – это то, что дикие пчелы живут в хорошо теплоизолированных гнездах, чего не скажешь о пасечных пчелах. И вот здесь есть план – в норме, которые приятны месяц – где-то хранится, которое мы создавали. and also the temperature recordings of a box that is of the same size as the tree cavity and is nearby. Вот здесь на графике видно показатели температуры, замеров температуры, одновременно сделанных и в толще дупла внутри полости, и рядом поставлен ящик по размеру, совпадающий с полостью дупла, но выполнены из тех же материалов, из которых делаются обычно ульи, из тонкой древесины. И здесь видны перепады температуры. Значит, оранжевая линия – это уличная температура, зеленая линия – это перепады температуры внутри ящика, а синяя линия – это почти нет изменений, резких перепадов температуры внутри полости в дупле. И вот вы видите, насколько колоссальная разница температурной стабильности внутри дупла, и фактически температура внутри ящика практически повторяет все перепады уличной температуры. И есть ряд наблюдений, что пчелы, живущие в хорошо утепленных дуплах, они фактически даже не формируют клуб на зиму. У них нет в этом необходимости. То есть пчелы, живущие в теплом дупле, они фактически продолжают такой же образ жизни зимой. У них нет необходимости собираться в клуб для того, чтобы согреваться. Итак, некоторые заключительные мысли. Семьи, живущие в дикой природе, в европейской территории, могут выживать без химического лечения от ворова. Мысль номер два. То, как мы содержим пчел, совершенно не соответствует тому, как они живут в природе, и наш способ содержания не является дружественным для пчел. И вот дальше пять пунктов того, почему это не дружественное для пчел метод содержания. Большая скученность пчел на пасеках, что приводит к легкому распространению болезней через дрейф пчел из одного улья в другой. Мы предлагаем им гораздо больший объем жилища с целью получить побольше меда, но это уменьшает роение и приводит к более слабому здоровью пчел, включая и воздействие ворова. Мы всячески препятствуем тому, чтобы пчелы прополисовали свои гнезда на пасеках, а это приводит к ухудшению микробактериального фона и повышению инфекций. Мы treat colonies with mitocides, and this hinders natural selection for bees that can suppress mite reproduction. Мы обрабатываем пчел различными метицидами, а это, в свою очередь, создает селекцию, фактически селекцию всех патогенов, то есть мы улучшаем состояние патогенов, вырабатываем наиболее сильных, включая и клеща. И мы всячески противодействуем тому, чтобы пчелы выращивали трудней и создавали труднейый расплод, а уменьшение производства трудней ухудшает естественный отбор пчел, в том числе по признакам сопротивляемости. Ну, я еще раз вернусь к тому, что в книге я все постарался изложить максимально комплексным. Это был мой заключительный слайд. Я закрываю слайд и возвращаюсь к взаимодействию с вами. Как долго служит гнездо для пчел естественное средеобитание? Как оно прекращает свое существование? Изменился параметр с приходом ворова? So, the natural nest, the B3B cavity, how long it exists in nature? Usually, and how it stops living? And is there any difference after varroa with it? I know I follow this very closely so I can give a very precise answer. A colony living in the wild on its own lives on average for 4.7 years. In other words, about 20% of the wild colonies die out. each winter. В среднем семья в дикой природе живет в среднем 6-8 лет и примерно 20% семей погибают каждую зиму. The population maintains itself because every colony produces at least one swarm each summer. And I know that the colonies that are started by swarms they have a survival rate of about 20%. So that 20% of new colonies started each summer replaces the 20% that died that died the previous winter. And almost every То есть это зависит только от наличия дупел или от каких-то еще факторов? В тех местах, где я живу, лес хороший, там нет проблем с дуплами и с гнездами, поэтому не это является определяющим фактором, а скорее фактор корма. А вот этот лес Арно, он насколько изолирован? Есть ли рядом 10-20 километров другие промышленные пасеки или какие-то еще пасеки? Он изолированный вообще? Эрнет-форест, is it well-isolated from other apiaries or any other sources for bees? Очень, очень важный вопрос. Спасибо за просмотр. В ответ на то, что за первые 30 лет, там не были коммерческие пасеки в городе, но потом word got out that there are good genes in the wild colonies, in these forests, and a couple of beekeepers have moved their colonies into the area. It saddens me that that's happened. Хороший вопрос. Спасибо. Сначала, там довольно давно, долго не было никаких промышленных и никаких коммерческих пасек, но потом пчеловоды обнаружили, что у пчел в этом Арнотском лесу очень хорошая генетика, и некоторые пчеловоды подвезли свои пасеки поближе к Арнотскому лесу. У меня в Арнотском лесу есть несколько хороших приятелей. Это черные медведи, и они несколько раз нападали на вот эти пасеки, и эти пчеловоды приняли решение оттуда уехать. Спасибо большое. Вы подскажете, иногда встречаются колонии, живущие в стенах домов или там под крышами домов, которые явно живут там очень-очень много лет. Вот каким образом, почему из какого-либо изоляции, вот каким образом им там удается так выживать без изоляции от других пасек? Иван, изоляция тепловая или изоляция... Нет, нет, исключительно изоляция в смысле расстояния до других пчел и постоянной перебышенной генетики. So, what about the bee colonies living in buildings, under roofs or whatever? They live in a close connection with other apiores, and how they survive being so close, being not isolated from other bees? I haven't made a careful comparison of the survivor probabilities of colonies living in buildings versus colonies living out in the forests. I just don't have a clear answer to that. Ну, вообще, здесь нужно очень аккуратно сравнивать пчел, живущих в дикой природе, и пчел, устроившихся где-то в зданиях. И у меня нет сейчас точного ответа на этот вопрос. Вот еще вопрос в августе-сентябре. Есть ли источники вот в лесу цветочной пыльцы? Когда пчелы совершают последний облет перед зимой? Есть ли в августе или в августе в лесу цветочки в лесу цветочки в лесу цветочки в лесу? Какие будут過來 Helvar, логичут их, officer и пчелы gece здесь воздействуются в небесах? Какие дети действуют защее время, его сзыв anchor robочек. В центре облетßen млад usadow до подгорода, логичём золот geleум. Столив Scorpio Mü użyти по Algari без его цветочки, source of pollen in the fall. And they fill their, they store away much pollen in their combs in the fall. Вообще осенью у нас много цветет осенних пыльценосов. И вот такие вот фуражные вылеты у них продолжаются до начала октября. Есть много достаточно типа золотарников, много растений, которые дают хорошую пыльцу. Вот здесь как раз на обложке этой книги мы с моей коллегой в поле золотарника это как раз начало осени. И в этой книге мы тоже пишем ответы на этот вопрос. Все, большое. Только ли генетика, по вашему мнению, отвечает за устойчивость к варроа? Вот факторы обучения и навыка, которые передаются пчелами, не могут тоже играть важную роль? About варроа resistance. How do you think is this genetics crucially important or the ability to learn how to deal with the role? Will it play a role too? I think the evidence is that it's mostly a genetically determined behavior and the behaviors include several things. I can talk about what those behaviors are if you would like. Вообще, я считаю, что в генетике, конечно, ключевая роль, но и поведенческие вещи тоже очень важны. У меня тоже есть несколько таких вопросов по поведению, которые я изучал. Пытались разводить маток этих устойчивых пчел, вот из них выводить маток и передаваться ли дальше устойчивость и разводить коммерческих маток. Did you try to breed queens from these swarms which you caught in the Arnott forest? Do they save the resistant abilities and did you do commercial queens for that? No, I haven't done commercial queen rearing, but I can say that I do collect swarms from the Arnott forest and I put them in my apiaries without treatment and those colonies continue to be resistant to Varroa. Я не занимался коммерческим разведением маток, но я должен сказать, что я ловил раи в Арнottском лесу, я ставил их к себе на пасеку, не лечил и они демонстрировали очень высокую устойчивость и выживаемость. And here's what those bees do to control Varroa. They have two tricks. У этих пчел есть два основных приема для контроля Varroa. First, they're very good at biting the legs off of Varroa. Первое, это они очень успешно скусывают им ноги, клещам. And secondly, they have this behavior of uncapping and recapping cells that contain pupae. И они проверяют, вскрывают, проверяют ячейки с личинками и снова их потом закрывают, если там чисто. And when they do this, the varroa, when they open a cell, the young varroa often climb out and so the mother, so the reproduction of varroa in that cell that's been uncapped fails. this is the same trait that has been found in varroa-resistant colonies in Norway and in Great Britain. It's probably the most powerful control method that the bees have. Uncapping and recapping brutes. says. Это, пожалуй, один из самых мощных способов, которые выработали пчелы, и это не только у нас, а и в других странах. Пчелы демонстрируют такой же поведенческий навык, это именно вскрывание и проверка личинок и запечатывание их снова. Если хотите, я вам пришлю фотографии, как распознать, что пчелы делают вот эту штуку, вскрывание, проверку, чистку и закупоривание обратной расплода, как это выглядит на фотографиях, так что вы понимали, что искать в своих семьях, чтобы обнаружить, делают ваши пчелы такое или нет. Вот еще такой вопрос. Мы хотим, хотим ответ, хотим. Я просит перевести. Повторите, пожалуйста, прерывание было в связи. Это фотографии профессора Стивена Кослазы в Англии. Такой вопрос. Вот сказали, что ежегодный отход порядка 20% семей. У меня тоже есть некоторое количество колод, бортеи, размещенных в лесу. И я наблюдаю, что если вот эти 20% взять условно, то там из этих 20% подавляющее большинство погибнет из-за дятлов, минц. Это еще с учетом того, что медведи даже не разоряют. И я вот наблюдаю, что те семья, которых не трогали, вот эти такие крупные, скажем так, вредители, там процент отхода от клеща, или даже не столько от клеща, а от того, что невозможно вируально обнаружить, вот так скажем, он на порядок меньше, чем 20%. Вот вы имели в виду, когда говорили 20%, это вообще общий, все туда входит, или это вот только клещ? Что ты можешь сказать? Да, это очень много. Это очень много. A question from the guy who has a big number of bee tree hives. His observation is that when approximately 20% lost during winter, they belong mostly to birds, bears, or whatever, not mites. And what about your statistics? When you say that almost 20% die each winter, is it because of mites or because of any reason? I do not see mortality because of bears. I don't think the bears can find these bee trees, the wild colonies, unless the tree blows down. I can't be sure what the causes of mortality are because I can't open up the nests and look inside. I suspect that the colonies that are new colonies, that are just founded by swarms, I suspect that most of them starve in their first winter. But that's about all I can say, because I can't look inside the nests. Мне трудно говорить о точной статистике, потому что я не проверяю гнезда внутри, у меня нет такой возможности. Я почти не вижу гибели от хищников, то есть от медведей точно нет, от куниц, возможно, меньше, но мое предположение, что, допустим, молодые семьи, то есть раи прошлого года, они в первую очередь могут погибать от недостатка кормов. А что происходит с гибелью остальных, у меня, к сожалению, нет точной информации. Нет возможности проверить. Гансит на ли дикие челы в непосредственной близости от дупла, вот когда вы их рассматриваете? Нет, вообще не агрессивны, там можно прямо находиться рядом. Но я в то же время обычно не залезаю на дерево к гнезду, поэтому не могу сказать, как они ведут себя в этой близости. Я обычно наблюдаю скорее в пинок. Мне всегда говорят, что Нью-Йорк находится на широте Сочи, и, например, сейчас в Москве уже лежит снег, а у вас там, судя по всему, еще осень. Стенки дупел выглядели достаточно тонкими. Какая минимальная или средняя температура у вас зимой? У нас зимой довольно часто бывает минус 10, доходит до минус 20 в отдельные дни. Еще один вопрос. Скажите, у вас на температурном графике были нижние температуры минус 5, верхние плюс 35. И, как я понял, это в апреле. То есть перепады 35 градусов в апреле у вас так и есть температурные? И когда первый облет? Когда вы показываете эти слайды с температуром графом comparировали с водой и боксом, там есть температура минус 5 и плюс 35. И это произошло в апреле, correct? То есть, эта дипломатия в апреле в апреле нормальная? Да. И, да, это правило. А вообще апрель у нас это такой месяц окончания зимы, начало цветения. When the first fly away happens? The first swarming? When bees first fly out in spring? Oh, it will, it varies. It's a very, it's not very predictable, but it's, it, I would say it's in late March. They can go out and start collecting some food. It's not very predictable, but it's not very predictable. Our swarming starts in late April. А раяние может начаться в последних числах апреля. Еще один вопрос. Это Рустам Ильясов. Мы с вами раньше уже общались. Вопрос такой, какое минимальное число семей можно считать стабильной популяцией, стабильной устойчивой популяцией? И может ли популяция быть стабильной в отсутствии генетической, ну, в отсутствии изоляции? So what amount of colonies you could say that may be a stable population? And can a population be stable in an isolation, in genetic isolation? Yes, the population of, I would say, yes, because the population of the colonies, wild colonies in the Arnot forest has been stable since the 1970s, so for nearly 50 years. Well, я бы сказала, что да, потому что вот в нашем Арнотском лесу эта популяция пчел остается стабильной по количеству уже в примерно 50 лет. 10 семей можно считать стабильной популяцией? So you can say that 10 colonies, we can say that it's stable population. I would find 10 bee trees in the Arnot forest, but my estimate is that there is twice as many colonies. And of course those colonies are part of a genetically a very large population of all the wild colonies living in the forests around the Arnot forest. There are thousands of colonies living in the forests around Ithaca because there is so much forest land around Ithaca. Вообще вокруг нашего города там огромное количество лесов. Я думаю, что там живут тысячи семей. Следующий вопрос. Сколько пчел нужно использовать для адекватной оценки генетической оценки семьи из одной семьи? Сколько пчел и из одной популяции сколько семей для оценки генофонда популяции? If you want to evaluate the genetic status of the colony, how many samples of bees you need to take from the family? And how many samples of colonies to take from the population? I don't let's see when we did our genetic sampling I would collect about 50 bees per colony and let's see I don't know how many of those Sasha Mikaev used in his analyses it may not have been 50 bees per colony it may have been more like 20 bees per colony so that's my best guess somewhere between 20 to 50 bees per colony 20 to 50 пчел из семьи могут дать вполне отчетливую картину one clarification if one wants to know the genetics of the queen of a colony you only need a few worker bees because they all have they all share the same mother so if you хотите посмотреть на материнские линии то много пчел не нужно потому что все рабочие пчелы этой семьи будут нести материнскую линию и that the clearest information we have about well I'll go back to it let's see Tom он думает относительно влажности как стимул для устойчивости против воров влажность как стимул для устойчивости против воров я правильно услышала пропадает звук повторите пожалуйста я не уверена что влажность что думаете о влажности как стимуле устойчивости против воров не знаю can the moisture level be a stimulus for varol resistance i don't know 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 if anybody has that there's any support of that idea so i i can't really say i don't in other words i don't know of any evidence that a high moisture level не знаю у меня нет никаких подтверждений как уровень влажности на это мог влиять yes я не знаю я не знаю подскажите пожалуйста а пчелы которые живут у вас в ульях там же в лесу вы их как содержите вы их подкармливаете лечите или они живут вольной жизнью если вольной в естественном человечестве то какая там статистика выживаемости about the bees which live in your apiaries what's your method of beekeeping do you treat them do you feed them if no what is the statistics for these bees i do not treat the bees because i want i want selection to give me bees that know how to deal with the mites on their own i keep the bees in small hives because i'm happy to have them swarm every year and i i only want to i get a crop of about 10 to 20 kilograms of honey per hive so i keep the bees in one deep hive body and i put one shallow honey super on top of that and i and i take that honey super off in the middle of the summer and then the bees can fill up their hive with honey in the winter in the late summer and fall wait a second of my statistics я держу их в небольших пропусах могу летом весной поставить один магазин но в середине лет я его снимаю чтобы они полностью себе заполнили все гнездовое пространство запасом кормов я их не лечу от клеща потому что я хочу чтобы они сами вырабатывали сопротивляемость клещу ну да все that's it one thing I want to stress is that I have switched over to using hives that are very well insulated I have added two inches of foam insulation now on the walls of each of my hive and I put two inches of foam insulation under the cover so my colonies are very well insulated and they do much better than they used to единственное что я хочу уточнить что мои ульи очень теплые я им сделал двойной слой внешней тепловой изоляции по стенам и двойной слой изоляции по крышам то есть мои пчелы живут в очень теплых гнездах I should have said instead of saying two inches I should have said five centimeters у меня изоляция примерно пять сантиметров еще уточнение по ульям подкармливает ли он вот этих пчел do you feed your bees no no and the statistics of mortality 20% technically 17% 13% 15% I didn't hear 17% 17% of mortality 17% отхода each winter and that's without any mite treatments and actually most of that mortality seems to be colonies that go into winter week for whatever reason all right excuse me I'm going to change the topic and ask in English if you don't mind you said that there's a greater percent of balloons in wild colonies do you have any guesses why that is is there some certain function to it could you please translate your question yourself to other people Yes I have done experiments where I've simulated wild colonies by giving the by giving my managed colonies 20% drone comb and yes they produce lots and lots of drones but it's only early in the summer and so it and what's very interesting is when they finish rearing their drones in late June or early July they quickly and selectively put their honey in the drone cells and so they they're very skillful in their use of the drone comb to what I noticed in my home I специально did I sometimes did I I put in 20% trut 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 it's very interesting to see how the cells of drone comb are selectively filled with honey before the cells of worker comb they started trut 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 Для меня это еще один пример того, что пчелы сами по себе самые лучшие пчеловоды. Какое соотношение в этом лесу? Я не знаю, что я знаю, что я знаю, что зависит от того, как они введены. То есть, я не знаю, что я знаю, что зависит от того, как они оставили. Ну, трудно сказать, что происходит с дуплами, в которых пчёл нету, потому что как узнать, что они вообще есть, эти дупла? Но то, что я знаю из своих наблюдений, что, да, если дупло слишком большое или слишком маленькое, пчёлы могут не выбрать его в качестве гнезда. И то, о чём я могу говорить, это только о тех дуплах, в которых пчёлы жили и которых я так или иначе обследовал. Но при этом, что происходит с остальными дуплами и какое их количество и соотношение, и статистика размеров дупел в лесу, это невозможно ответить. У меня нет ответа на этот вопрос. Вы знаете, после... My memory failed me, and I just remembered that I did do a study once, where I went around where logging was being done, And I got permission to cut up a lot of the trees that had been cut down, and to find out what the range of cavity sizes is in a forest. And almost all of the cavities were too small for the bees. And that's what tells me that that's their biggest problem is finding a cavity that's sufficiently large. And of course, they also want that cavity to have a small entrance, and to have the entrance holed. High off the ground, and to have it facing south. That's why they search so carefully and widely, when they're scouting for a moment. Плюс, если мы говорим ещё о том, что должен быть небольшой вход, общий размер полости, высота от земли и прочие разные факторы, то да, пчёлы очень тщательно ищут себе новый дом, и не всякий выберут. У меня есть вопрос, это пчёлы с вашим лесом, это с одной породой, или есть в вашем районе тоже много разных пород, это какие-нибудь гибриды? Как выглядит эта порода? Вопрос. Bees in your ernotte forest, are they of the same breed or their hybrids? So, what kind of bees live in the ernotte forest? They are a hybrid of Apis mellifera lugusica, Apis mellifera carnica and Apis mellifera mellifera. Те пчелы, которые живут в Арнольдском лесу, они имеют в себе признаки Апис Лигустика, Меллифера, Меллифера, и Карника. То есть вот эти три следа были найдены при исследовании их. Как вы считаете, вот такие программы по созданию деревьев, ну, домов для пчел, вот развешивание колодок, искусственных гнезд для пчел, могут ли они способствовать возникновению устойчивых популяций и улучшению устойчивости для пчел в рамках этого леса? Как вы думаете, если мы помогаем без пчел в том, чтобы убить артифицированные логовы на деревья, копить в деревья, и чтобы убить эти пчелы, будет помогать им иметь стабильную популяцию? Да, это будет. Если хорошие приборы для пчелы, это не получится. Да, это будет. И я знаю, в многих зерней области, в многих лесах, там не много старых деревьев, с правильными гнездами. Я думаю, что это прекрасное начинание, потому что это очень здорово может помочь пчелам и в укреплении популяции, потому что отсутствие хороших гнездовых деревьев – это большая проблема, а в Европе так вообще уже очень мало где есть старые леса и старые деревья с подходящими гнездами. А у меня вопрос к вам. Как вы думаете, в тех местах, где вы живете, какое количество больших старых деревьев с подходящими дуплами? Я думаю, что это почти невозможно узнать. Мало, конечно. Очень мало. Очень мало. Очень мало. Очень мало. Есть еще один регион, в городе Совет война, Башкортостан, где они еще имеют традиционную структуру. Я знаю, что в России, в Башкирии, там по-прежнему существует еще противовое пчеловодство. И там люди делают даже искусственные полости прямо в деревьях. Но при этом, что интересно, там тоже достаточно стандартная плотность популяции – одна семья на квадратный километр. Машкирии много тонкостей, это правда. Спасибо большое. Думаю, что надо заканчивать. Ну, вот если можно, крайний вопрос. Я не понимаю одного. Почему у вас не стоит очередь из мотководов, желающих взять этот материал на выживание для промышленных пасек? А почему и до сих пор не лишена проблем клеща ворового, если у вас на пасеках тоже такая хорошая выживаемость? Спасибо. So, the final question. If the genetics of R0 bees is so good, why there's still no huge line of beekeepers to buy queens or to breed queens from your R0 bees? That's a good question. I have to – queen rearing is a big business in the United States, and those beekeepers, they just – the queen producers, they've got their lines, which they think are good, because they produce – their queens produce lots of worker bees, and that's what the commercial beekeepers want. They don't – they don't – I don't think they're terribly interested in having bees that are survivor bees. There's – there's – there are a few beekeepers that have selected for survivorship in the cold climate parts of the United States, but most of them – most of the queen producers work in Hawaii or California, where the climate is very warm, and they just – they've got their way of doing things. Well, I would say so, the question is a good question, but the deal is that the commercial beekeepers – it's, of course, very interesting business. У нас те люди, которые занимаются промышленным выводом маток, они в основном нацелены на то, чтобы их матки давали много расплода, много рабочих пчёл, много приносили мёда. Мало кто из них заинтересован в высокой выживаемости. А если кто-то и занимается выведением маток, связанных с выживаемостью, это, как правило, с зимней выживаемостью, те, кто на севере работает. Наши основные матководы работают на Калифорнию, на Южные Штаты, где достаточно всё и так по климату хорошо. То есть, скорее всего, эти люди просто не сильно заинтересованы именно в тех характеристиках, которые имеют арнотские пчёлы. There is – I'd like to add that there is one queen producer in the state of Vermont who has, for 30 years, not treated his bees. He produces several hundred queens a year, and he takes them up in the mountains to get mated. And I have gotten his queens, and I've tested his queens. His colonies have good resistance to Varroa. So that's one example of a queen producer that has worked with the wild population of bees to get good stock. And he is a – but he's the exception. And he lives in a – he's not a big – he produces several hundred queens a year. He's not producing tens of thousands of queens a year. И при этом я знаю одного матковода, который уже 30 лет занимается введением маток от своих пчёл, которых он тоже не лечит все эти 30 лет. Он даёт им возможность самим справляться, и маток от них тоже производит и продаёт. Но он продаёт всего несколько сотен маток в год. Его нельзя назвать промышленным матководом, это не десятки тысяч. Поэтому это хорошее исключение, пример такого хорошего исключения, но он, пожалуй, такой единичный. А, да, и пчёлы показывают очень высокую выживаемость в отношении Varroa. Ещё один последний вопрос. Естественно, знаете, по поводу эксперимента с острова Готланд, где была оставлена пчёлы на самостоятельную выживаемость в мудрах, и вроде бы там была информация о том, что там тоже после бутылочного горлышка осталась выжившая популяция. Вы не знаете, какая на сегодняшний день там ситуация с теми пчёлами? Ну, последний вопрос. Да, этот эксперимент был в начале 2000-х. Это был эксперимент великой важности. Там действительно почти все семьи погибли, выжили буквально несколько. Они, собственно, дали потомство всем остальным. И я следила за этим экспериментом тогда, но сейчас, к сожалению, у меня нет информации о его текущем статусе. Но там, скорее, не то чтобы была изолированная ситуация, скорее разделенная. Это была южная и северная часть острова. И вот в одной из этих частей пчеловоды решили, может быть, там даже был один пчеловод, который дал процессу пройти самому по себе. То есть там нельзя говорить о полной изолированности этого острова, скорее вот о такой разделенности этих частей. То, что происходило там, очень похоже на то, что происходило в Арнотском лесу. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо огромное за выступление. Мы в восторге. И очень нас это поддерживает в нашей дальнейшей работе и наших дальнейших исследований. Thank you very much for your speech, and it supports us a lot in our work and in our projects. Thank you very much. You're very welcome, and let's stay in touch. Я тоже рад, и остаемся на связи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну что, ребят, сегодня мы заканчиваем наше заседание. Вместо получаса получилось полтора, и это прекрасно. Совершенно спасибо большое. По-моему, очень было интересно, и это стоило того. Значит, завтра... Что завтра? Завтра я, надеюсь, я привезу книгу вот этой вот антологии... Ну, это как... Анатомия научного противостояния. Если я закупчал, пять штук я привезу, если вдруг кто-то хочет купить, то можно будет завтра... Вот просто, если вдруг кто-то хочет ее иметь, то она вот, может быть, завтра будет, если кто-то завтра придет, из тех, кто есть сегодня. Вот. Она есть в электронном виде, в PDF лежит, но просто кто-то, может быть, хочет иметь ее физически, поэтому это вот такое бывает. Вот. Все. Всем спасибо на сегодняшнюю конференцию. Ну, уж как получилось, так получилось. Будем дальше думать, что в соцсетях делать и как, если какие-то мысли куда это развивать. Если какая-то есть обратная связь, обязательно делитесь там вообще, как бы, на этом смысле или нет в таком формате, потому что формат новый, и надо понять, насколько это востребовано, насколько это интересно, насколько есть аудитория. Вот. Собственно, новая аудитория сильно научилась, пока не плавилась, или по всем законам. Вот. Все. До свидания. До завтра. Бай-бай. 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 Бай-бай.